На удивление, у Outfit 7 довольно-таки обширный список удаленных игр. А оказалось бы, компания производит простенькие игры для мобильных устройств со всяческими говорящими животными, а с обновлениями этих игр и их поддержкой трудности возникнуть не должно. Но, видимо, они не заинтересованы в этом. У них иная политика для своих игр. Поддерживают лишь классику, которая всем запомнилась, а также производят новые игры. И если те забываются, и в них люди играют все меньше и меньше, компания такие игры просто удаляет. Да, неприятно, конечно, но, как я понял, у них заинтересованность именно такая. Первая игра называется Tolkien Джина. Это игра про верблюда Джину. Самое главное отличие в игре это счетчик радости. Чтобы этот счетчик полностью заполнился, нужно выполнять просьбы Джины, которые появляются в диалоговом окне около нее. Желания могут быть по типу попить лимонада, поесть мороженое с клубничкой, надуть шарик, а также она может попросить сыграть вас в мини-игру. В этой мини-игре нужно в такт-музыке касаться пальцами до копыт Джины. А если ошибся хоть один раз и нажал не туда или не в нужный момент, игра считается проигранной. Сначала в уровне можно набрать одну звезду, потом, если хотите, набрать две звезды, и вследствие этого скорость увеличивается. Также и с тремя звездами там самая быстрейшая скорость в мире. Даже мне порой было трудно, и я проходил не с первого раза, а игра на секундочку три с плюсом. После того, как счетчик радости наполнен, Джина приводит своего детеныша жирафа, который непонятно откуда взялся, с которым она делает одну фотографию. Таких фотографий довольно-таки много, и чтобы собрать их все, нужно каждый раз наполнять счетчик радости Джины. Толкин Санта. А до этого Санта всегда молчал. Это игра под Новый Год про Санту, который пришел поздравлять говорящего Тома и его друзей с Новым Годом и Рождеством. В этой игре можно заткнуть нос Санте, чтобы он повторял слова более пищащим и смешным голосом. Также можно вытаскивать подарки из мешка Санты, которые оказываются у него бесконечные. Это можно понять при доставании подарков. И, кстати, подарков в мешке более 50. Большой вопрос, откуда там столько места? Видимо, под мешком вырыта яма с эльфами, которые подкидывают подарочки Санте. Только трудно понять, как они подкинули и завернули в подарочную коробку целую машину. Видимо, не обошлось без магии. Также может случиться так, что Санте надоест дарить вам много подарков, и он просто навсего его растопчет и скажет «Хо-хо-хо, деда настиг старческий маразм». Можно заказать два вида открыток. Первый вид открыток – это фотография с Томом и его друзьями. И да, их тоже не одна штука, и их довольно-таки очень-очень много. На этих фотографиях также можно поставить свою подпись, а также можно написать, что душа пожелает, и отправить друзьям. Либо же сохранить эту открытку. А второй вид открытки – Санта фоткает себя в трусиках. Это единственный вид фотографии, и это ведь так смешно. Там тоже можно написать, что душа пожелает, и сохранить данное безобразие. Есть кнопка, с помощью которой можно задавить безобразника с помощью снежной лавины, которая покатится с огромной снежной горы прямо на Санту. Также Санту можно покормить молоком с печеньем, а в некоторых случаях молочко выпивает Том. Том любит Бе... Том любит Анджелу. Эту игру даже я успел застать и поиграть в неё. Это игра про Тома и Анджелу, где Том стоит на крыше, а из окна на него выглядывает Анджела. Можно сталкивать Тома с крыши, дотрагиваться до Тома и Анджелы, которые почему-то после этого осудительно на вас смотрят. А также Джинджер, который находится в домике Анджелы, может сбросить на Тома горшок с цветочком. А чему же интересно ещё заняться котёнку? Конечно же, сбрасывать цветы на головы – самое веселье. Можно писать любовные открытки с разными фоточками, а также здесь есть час Анджела, из-за которого некоторые начали думать, что в игре есть маньяк, который с вами переписывается. Также и думали про игру с говорящей Анджелой, у которой якобы в отражении в глазах отражался незнакомый человек, хотя это просто было отражение Лондона. В игре использовались популярные функции, которые на то время были во флагманских смартфонах. Подув микрофон смартфона, в игре подует сильный ветер, а если потрясти экран, то произойдёт демлетрясение. Говорящий Том – водная битва. Это первая в серии игра, которая кардинально отличается от всех. Это стратегия, основанная на франшизе «Говорящий Том». Перед тем, как устроить настоящую водную битву, вам необходимо обстроить свою базу. Обустроить её хотя бы первоначальными постройками и которые впоследствии нужно прокачивать и улучшать. Да-да, те самые игры от Supercell. А как это делать, решаете вы сами. Либо благодаря своей умелой игре в сражении выигрываете монетки и тратите их на покупку новых заводов и видов оборонительных сооружений. Либо вы донатите, покупая платный контент. На удивление, у них эта игра получилась очень неплохой для жанра. Да, это простенькая стратегия, которая как всегда похожа на стратегии от Supercell, но мне она показалась довольно-таки интересной. Говорящий Том – баблшутер. Это игра, в которую нужно стрелять в разноцветные шарики и попадать в одинаковые цвета из пушки. Можно играть как и одному в сюжет, так и вдвоём. Говорящая Анджела – взрыв цвета. Три в ряд, которые чем-то похожи на Angry Birds Match. Пузырьки Говорящего Тома. И снова игра, которая похожа на баблшутер. Это, конечно, гениальное решение сделать две игры по одной тематике и все их потом удалить. Talking Friends Superstar. Это игра, с помощью которой можно взаимодействовать с игрушками про Говорящего Тома, Анджелу и Джинджера. Игра похожа на игры Фёрби от Hasbro. Грув Рейсер. А Грув Рейсер – это увлекательные аркадные автогонки от создателей Swamp, P-Tec и мой Говорящий Том. Гоночные заезды будут проходить на игрушечных треках, а в роли болидов будут выступать игрушечные машинки, которых целых 16. Управление в игре очень простое, одно касание и машинка едет. Но нужно не забывать вовремя притормаживать на крутых поворотах. А за победу заезд игра будет давать специальные награды в виде кубков. А если вы фанат простых гонок, а не серьёзных автосимуляторов, тогда Грув Рейсер точно понравится. Про эту игру я узнал в игре «Мой Говорящий Том», где во вкладке «Игры» рекламируются игры компании. Тогда за установку и прохождение этой игры в «Моём Говорящем Томе» давали всяческие бонусы. Но в игру я залип знатно, она хоть и очень простая, но увлекательная. Это не как сейчас с простыми играми, которые популярны только неделю, а потом пропадают и становятся забытыми. Раньше разработчики, если и делали игры простыми, то они были запоминающимися и интересными. Сейчас такие тоже есть, но их только от силы от 10 до 15%. До сих пор вопрос остаётся открытым, почему же компании удаляют свои старые игры? Ведь они никак не взаимодействовали с другими компаниями, с которыми подписывали договор. Например, как Angry Birds Star Wars и Angry Birds Trio. Эти игры до сих пор, как и раньше, интересны, и в некоторые из них советую поиграть. Например, в Грув Рейсер и в Говорящий Том водную базу. Ну а на этом всё, с вами был Кибик и ещё не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...